добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами приготовим азербайджанское блюдо которое называется хамраши наподобие есть ариште но мы сделаем сегодня хамраши так что нам понадобится нам нужен фарш говяжий если вам нравится баранина можете делать баранина где-то грамм 300-400 любой рух там есть смешивая нет обычный фарш это у меня говяжий фарш лук репчатый потом вот я заранее сварила такую мелкую фасоль с глазиками глазную фасоль да она немножко сварилась как она размягчилась я взяла я ее почистила потому что не выходят такие пленочные фасоль дальше мы сделаем с вами тесто нам нужно будет мука вода соль и нужно будет помидоры для бульона нашу фарш можете перемолоть я его просто мелко мелко мешанкую это с вами один лук а сколько попадет на полкило фарша здесь не полкило здесь 350 грамм и сколько мука поджимая два средних лучок хорошо соли Немножечко перчим. Это азербайджанский суп хамраши. Нам нужно мясо хорошенько размешать. И мы из них будем любить тефтейки. Тефтейки переводят как кюфташки. Кюфташки только маленькие. Маленькие кюфташки. И для этого нам нужно мясо хорошенько отбить. Как мы делали с вами. Тефтей были большие, если кто помнит. Немножко и вот так в шарки лепил. А разуман, че в тефте себе получили. Так, все. Теперь мы с вами, вот я положила немножко водички. И мы с вами лепим вот такие небольшие тефтейки. Ничего в тефтейки не вставляем как кюфташки? Нет, нет. Лепим вот так. Немножко водой лепим, лепим, чтобы они у нас не раскрылись все. И складываем их сюда. После того, как мы тефтейки сделаем, мы их все положим в холодильник. Что делать эти штуки? Я добираюсь. Потому что супчик кюфтушка не испортишь. Чем больше, тем лучше. Ну, сейчас я еще три штучки сделала, я думаю. Ну, как говорится, мяса много не бывает. Не, 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 не. Ты песни эти весь день будут москвы носить. Ты знаешь, куда эти песни? Конечно. Гайна мама, да. Нет, не Гайна мама, да. Гайна мама, да. Прощаемся с нашим фаршем. Кладем их пока в холодильник. Прощай наш фарш. А этот лук для чего? Так, нарезаем два средних лука для бульона. Для бульона. Для жарки. Замесем тесто. Немножко соды. Я буду делать мало, как бы на 1 км д, чтобы его раскатать. Ну, где-то я добавлю 4 столовые ложки. Сейчас покажу. И теплая вода. Теплые денды комнатной температуры? Да, илых. Илых. Угу. И замешиваем тесто. А ты мне скажи, бля, яйца не добавляешь, да? Без яиц. Без яиц. И желтка там ничего не будет. Ни белок, ни желток, ни скорлупа. Ничего не будет. Только соль, мука, вода. Угу. Понятно. Что-то массаж вспомнила. Сейчас тоже надо. Нет, надо поехать в Нафталан там массаж делать. Все. Наше тесто мы на 5 минут поставим, чтобы оно в себя пришло. И будем его раскатывать. Тоже в холодильник? Вот что, одел это и получилось. Я так понимаю, это должно быть тонкое-тонкое, да, тесто? Да. И вот так. Очень большой кутаб. Да. Большой кутаб. Еще немножко. Кстати, насчет кутабов. Давай, мы закончим с этим. У меня терзают мутные сомнения. Ну, откликать скажем. Угу. Хорошо. Давай, ваше. Вот так. Как-то так. Как-то так. Потом можем сделать еще вот так. Все. Теперь нам нужен хороший острый нож. Азербайджанская лапша. Да, вы немножко так открываете, я думаю, чтобы она у вас не слепилась. Чем тоньше вы полежите, тем лучше. Немножко топленое масло. Немножко? Да. И немножко сосиски. Чтобы не обидеть, да? Ни тех, ни других не обидеть. Так. Нагреваем сковороду. Так. Будем жарить лук. Возьмем вот такой большой желуденький помидор. Двуспальный. Да, это хорошая помидор. Они не подняли уже. Мелко-мелко нарубим кубиками для бульона. Помидоры возьмите сочками, чтобы бульон был вкусным. У нас вот такой один большой помидор, вы можете взять два слоя. Или три-четыре маленьких. Добро посадила. Комидоры я посадила. Чтоб он чувствовал сок и был вкусным. Вот так. Добро посадила. Потому что все равно интернет сидит, все равно бульон. Ну, дорогие ребята, смотрите. Помидорки хорошенько поджарились. Мы его снимаем. Наш помидор. Аккуратненько прикладываем сюда. Делаем бульон. А такой же точно хам раши без помидоров бывает? А решта. А решта это без помидоров? Пока я немного бульона сделала. Вот так. Даем газ, чтобы скрипела. И обязательно мы должны его посадить. По вкусу попробуем. Перчать не будешь? Нет. Мясо перчено. Вот. Наша вода кипит. Бульончик. Только его обязательно посолите. Перед тем, как бросать туда кифтэшки. Почему? Потому что если не солененько у нас будет бульон. Наши кифтэшки могут что сделать? Развариться. Чуть-чуть убавим газ. И закрываем крышкой. Минут 15-20 наши кифтюшки должны свариться. Вот, друзья, посмотрите. Кифтэшки наши поднялись наверху. У них вариантов не было, если честно. Да. Здесь есть 15 минут. Они половятся. Как только они будут готовы. Но не разваривайте, да, конечно. Мы с вами заправим все наши остальные ингредиенты. Ингредиенты. Теперь можно погромче, девушка? Посмотрите, наши кифтюльки. Кифтюльки? Кифтэшки. Совсем готовые. Сюда теперь мы добавим нашу фасоль. Одноглазую. Я ее сейчас вкладываю, потому что она уже готова. Мы до этого ее отварили? Да, чтобы она совсем не переварилась, я вкладываю. Так, смотрю, хватит. И положу все. Сейчас страшно, если будет чуть-чуть получше. Так, фасольки мы положили. Теперь добавляем чуть-чуть газ. Потихонечку. Только сделайте так, чтобы мука не пропадала. Начала суп превратиться в кашу. Так, мы добавим первый наш маленький киндэ. Обязательно помешайте хорошенько. Я думаю, помешать, чтобы тесто раскрылось. Сейчас мы посмотрим. У нас сюда пошел один большой киндэ и один. Это один колобок, да? Да. И один вот этот кукусик. Который выводили в манике. Я его тоже быстрее добавляла. Все. Теперь нам нужно, чтобы наше тесто 2 минуты сварилось. Оно разварится очень быстро, потому что тесто свежее. Свидетель, чтобы ничего у нас не разварилось. Открываем крышку. И даем кашляться. Все. Смотрите. Сюда обязательно. Обязательно. Сушеную мяту. Смотрите. Наши тесты. Уже готовы. Я хочу уже выключить. Сады я не заткну. Все. Наши, я уже умерю с гонду. Все. Я это выключаю. Ага. Ну что, пробуем? Да, да, да. А где наш уксус? Вот уксус. Уксус ты будешь? Попробуй, с моей не сгарю. Я же сказал, осторожно. Горячий хуй. Немножко положу. Уксус очень крепкий. Хватит, хватит. Кстати, этот уксус домашний. Вот уроки мы покажем его приготовление тоже не шовно. Ну давайте пробовать. Ты тоже, Жужа. Я ваш блогером стал. Так, есть съемки, братуха. Горячий хуй сняй. Ну что, приятного аппетита. Всем спасибо большое. Очень вкусно. Советую вам обязательно тоже приготовить вот такое хамраши. Кефташки как сварились. Как прогресс? Самое главное. Сразу, сразу, сразу. Горячий хуй сняй. Сложно у меня работать, если честно. Охо, сложно это работать. Из болота тащить бегемоты. Ну что, приятного аппетита. Ага. Все, до следующих свиданий. Не шел, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok